Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши с вами встречи в методическом клубе учителей-словесников Института содержания методов и технологий образования Московского городского педагогического университета. Напомню вам, что в этом году мы сосредоточили свое внимание на работе с эпизодами художественного текста. Основной целевой аудиторией на этих встречах являются преподаватели литературы системы среднего профессионального образования. Это связано со спецификой работы в СПО в условиях значительно меньшего, чем в школе, количества часов на изучение курса литературы, который включает всю вторую половину XIX, весь XX век и начало XXI века. И мы приглашаем на эти наши встречи учителей школ Москвы, так как считаем, что такой подход, который основан на анализе эпизодов текста, может быть продуктивно использован при подготовке выпускников к единому государственному экзамену. Сегодня мы поведем разговор с нашими экспертами и с вами о поэме Николая Алексеевича Некрасова «Кому на России жить хорошо». Я вам напомню, что о лирике Некрасовой мы немного с вами уже говорили, когда предлагали рассматривать лирику Фета Тетчева и Некрасова на сопоставлении, на сопоставлении их текстов, которые относятся к любовной лирике. Частично разговор о поэзии Некрасова идет и в нашем с вами видеоуроке, из цикла тех видеоуроков, которые специально записаны для системы среднего профессионального образования. И сейчас все видеоролики размещены на главной странице Московской электронной школы. Напомню, что к ним составлены тесты с автопроверкой. Да, вы там видите две вкладки по самоподготовке СПО, по литературе для базового уровня и для расширенного уровня. И вот если мы с вами нажмем на эту вкладку, то мы с вами увидим видеоролики, которые записаны, и тесты к ним. Я напомню вам, что к каждому видеоролику создан тест с автопроверкой, который, собственно, и предлагает проверить то, что ребята увидят в видеоролике. Проверить, как они это усвоили. У них есть возможность вернуться к просмотру видеоролика и найти там ответы на те вопросы, которые к ним поставлены. Вот видите, что роликов сейчас уже много. Мы записали их порядка 70 видеороликов. Первое, чтобы я вам предложила, у нас есть сценарий темы. Он для школы сделан. Там, по-моему, порядка 9 уроков в этом сценарии темы. Я здесь просто выбрала какие-то виды материала, которые там есть. Здесь есть ссылка на него. Собственно, вы его можете найти просто через каталог, через поиск по Некрасову и так далее. Обратите внимание, здесь есть видеосюжеты, есть материалы для размышления, есть обзоры, есть вот такие «Проверь себя» и так далее. Я думаю, что здесь можно использовать сценарий урока. Что-то наверняка вам из 9 уроков понравится, может быть, вам не использовано. Второе, новый такой материал у нас. Не могу сказать, что очень мне кажется интересным, но тем не менее он существует. Вот есть такое облако знаний. Они предлагают конспекты. Они называются «Конспекты для ЕГЭ». Там такое краткое изложение по разным темам программы, в том числе и по поэзии Некрасова, и по поэме. Есть такие конспекты, вы можете их тоже посмотреть. Ну, может быть, они понадобятся вам или вашим студентам. Есть тесты с авторопроверкой, кроме тех, о которых я уже сказала, которые относятся к видеороликам. Видите тоже, что тесты есть на самые разные темы по жизни и творчеству, по поэме, по сюжету. Есть, по-моему, там где-то было про персонажа. Вот отдельные главы разбираются и так далее. Поэтому по тестам тоже можно, с тестами тоже можно работать в Московской электронной школе, тем более, что там автопроверка есть. И вот еще один момент, пока я хотела бы вам показать, еще один вид контента – это интерактивные приложения. Они разные очень. Там есть кроссворды, таймлайн. Таймлайн я как раз вам здесь скрин сделала. То есть там предлагаются различные события из жизни Николая Алексеевича Некрасова. Некрасова есть линия времени, да, и нужно просто вот там перемещая вот эти квадратики с информацией, разместить их на этом, на линии времени. Ну, наверное, тоже для каких-то целей ваших это может быть использовано. Обратите внимание, что сейчас у нас в Московской электронной школе появились тексты. Да, нам Национальная электронная библиотека предоставила такую возможность. У нас тексты «И кому нарису жить хорошо» и вот сборник стихотворений Некрасова, они представлены в библиотеке, то есть можно просто к ним обращаться, выбирать там любую страницу, любую главу и с ними работать. Для того, чтобы, ну, не всегда там, может быть, под рукой есть бумажный вариант, да, хотя мы все любим работать с бумажной книгой, но тем не менее иногда нужно и такое. Так, и вот тоже, о чем я вам уже говорила, да, вот о видеоролике «Тесты с автопроверкой» для системы профессионального образования. Это материалы, которые вы сможете увидеть. По поэме у нас там, у Некрасова, там два ролика. Один касается крестьянства как собирательного героя поэзии Некрасова в целом, а второй касается конкретно поэмы. «Кому нарису жить хорошо», там дается определение поэмы эпопеи и вообще разбирается, ну, такие общие подходы к поэме, к изучению поэмы. Так, коллеги, если вдруг кто-то еще у нас в метод-клубе не был или не был на каких-то других мероприятиях, то я представлю нашего эксперта, одного из наших экспертов, Антона Алексеевича Скулачева, председатель гильдии словесников и учитель школы Москвы номер 15-14. Антон Алексеевич, я коллегам в целом про Некрасова, про материалы мыши рассказала, про нашу работу рассказала, и коллеги, я думаю, что готовы уже непосредственно к обсуждению поэмы, «Кому нарису жить хорошо», у вас, тем более, вы сейчас как раз изучаете ее с детьми, наверное, может быть, даже закончили, да, уже. Ну, вот весь последний месяц мы как раз встречались и обсуждали свои материалы, да, и то, как у Антона Алексеевича идет работа с ребятами по этому вопросу. Пожалуйста, Антон Алексеевич, тогда я предоставляю вам слово, и вопросы коллеги зададут после вашего уже выступления. Пожалуйста. Да, спасибо большое. Слышно меня нормально, да? Да, отлично. И вот презентацию, если я запущу, ее тоже видно, да? Вот теперь видно, да. Я буду ее периодически открывать, периодически закрывать. Да, вроде бы у меня это получается. Сразу скажу, что я чуть позже вышлю, попрошу Леониду Анатольевну выслать полную версию презентации, а сейчас буду ее использовать в качестве, скорее, каких-то опорных моментов, тогда, когда буду говорить о прагментах текста, в котором лучше следить. Вот. И действительно, я хотел бы сегодня поговорить про «Кому надо освежить хорошо». И в самом деле, хоть нас и немного, но, как известно, все знания о стихах на этом свете, в руках людей пяти, быть может, десяти, как писалось Семенович Кушнер. Я буду, конечно, очень благодарен за обратную связь и вопросы, потому что, не скрою, этот для меня сюжет последние недели очень животрепещущий. Я, когда сейчас изучал со своими учениками «Кому надо освежить хорошо», в общем, ну, скажу честно, не, так может быть, амбициозно, не удовлетворился практически ничем, что прочитал в методической литературе про поэму. И, в общем, ее как-то так перекопал. И мне кажется, что у меня получилось выстроить некоторую модель того, как про нее можно говорить со школьниками. Очевидно, насколько это сложная поэма. Даже для подготовленных школьников. Во-первых, зубодробительно сложная композиция. Такая вихляющая, все время уводящая в стороны, лишенная, казалось бы, любой соразмерности. Такая чрезмерная композиция. Длинные монологи героев, постоянно всплывающие новые герои. А в конце, когда мы привыкли, что все ниточки связываются воедино, во-первых, мы знаем, что финал поэма не дописан, и, собственно, непонятно про вторую половину поэмы, в каком порядке должны идти главы. Последнее исследование Михаила Сергеевича Макеева, замечательного некрасоведа, показывает, что, в общем, нет никакой авторской финальной воли. Поэтому, да, вот мы знаем, что в начале пролог, поп, помещик, счастливые, ярмарка счастливая, потом последующая. А вот что дальше, в каком порядке, совершенно непонятно. И так вот, в финале, где, казалось бы, должны все связываться, все, наоборот, распадается. Часть пир на весь мир. Опять же, повторюсь, непонятно, где она должна быть расположена, но даже если она в конце или не в конце, да, в ней композиция совсем хаотичная, да, совсем как-то невыстроенная. Это раз. Два. Конечно же, далекие реалии. Это нужно комментировать каждое слово. Кто такие временно обязаны? Что такое помещик? Что такое губерния? Чем он отличается от уезда? Кто такой крестьянин? Что такое барщина? И так далее, и так далее. И пошли, поехали, да? Это, разумеется, довольно далекая социальная проблематика. Ну, где мы, где отмена крепостного права? В общем, ощущение, что в поэме как будто бы тонешь, да? И я думаю, что она знакома и детям, да? Я подозреваю, что большая часть наших учеников, прочитав десяток другой страниц, если пытались их прочитать, бросали это дело за трудностью текста. Что мы предлагаем? Ну, во-первых, как Илья Анатольевна уже рассказала, логика нашей работы, работы, которую делается в институте содержания методов технологии образования, да, заключается в том, что мы предлагаем работу с эпизодами, да, отдельными. Я расскажу об этих эпизодах, об их логике. И сосредоточенность на каких-то конкретных магистральных сюжетах, да, мы называем их сквозными смысловыми линиями, да, доминанты. То есть, конечно же, да, невозможно оплатить весь текст, да, но возможно выделить некоторые, повторюсь, смысловые линии, выделить художественные доминанты и от мотивационных точек ввода двигаться к ним и по ним говорить о конкретных локальных небольших эпизодах. И об этом я сегодня и расскажу в основной части своего выступления, но вначале все-таки еще несколько слов про кому на руси жить хорошо. Мысль первая, которая, мне кажется, может быть полезна учителям. Я думаю, что отдаленность текста от нас очень обманчива. Я думаю, что этот текст, как и, в общем, значительная часть текста классической русской театуры, написанная на сегодня утром, про то, что с нами происходит здесь и сейчас. Ну, не сегодня мне вам говорить про ощущение кризисной эпохи, в которой живет Микрасов, да, ощущение того, что старые модели восприятия мира распадаются, они не работают, нет одного ответа на вопрос, как жить, как воспринимать человека, мир, где мир, где человека. Про что кому на руси жить хорошо? Ну, про вот этот вот распавшийся мир. Это то кризисное ощущение, которое потом повторится на рубеже 19-20 веков у Чехова, потом повторится в 17-18 году. Вот буквально вчера говорил с одиннадцатиклассниками про поэму блока 12, которая безусловно наследует кому на руси жить хорошо, по самым большим количествам параметров. Да, ну и дальше, в 80-е годы ходить бывает близко по камушкам или мы о том, что слишком близко, мы лучше помолчим. Это с одной стороны. С другой стороны, Микрасов создает совершенно новаторское художественное произведение, которое во многом очень похоже на самые популярные и важные для современной культуры ее жанры. Во-первых, перед нами, как мы прекрасно знаем, вариация на тему во многом раёшного стиха, ярмарочного стиха. Знаете, да, когда на ярмарке, да, там вот очень часто это такой вот ярмарочный раёк, да, там типа, не знаю, продал какие-нибудь, приходи ко мне сюда, покупай калачи, будешь такой красивый, самый на свете, значит, и вот этот такой вот ярмарочный стих, да, как, не знаю, на каком-то современном рынке, да, подходи ко мне, покупай айфон новый, будешь весь такой сытый, здоровый. Если мы помним, вся глава счастлива и строится по этому принципу, да, люди бах валятся. Вот. На самом деле, если мы говорим о современной культуре, то вот этот вот такой вот бесконечно самовоспроизводящийся ярмарочный стих, такая народная поэзия, строящаяся по принципу бесконечного кумулятивного нанизывания эпизодов, да, ну помним, один рассказывает, другой, третий, потом Матрена Симофеевна рассказывает, потом поет песни, то есть такое, ну это, конечно же, современная рэп-импровизация, да, когда рэп-баттл, который может длиться несколько часов, да, и когда бесконечно импровизируя устное выступление, длящиеся долгое-долгое время, да. На самом деле, перед нами, конечно, один из первых образцов рэп-поэм, который сейчас становится очень популярный, да, вот, например, замечательная, на мой взгляд, рэп-поэма Настя Рябцева и Гриша Несвидетель, посвященная проблематике буллинга, или рэп-поэма Алексея Олейникова, Sony 7-го Буэя и Sony 9. С другой стороны, перед нами текст, который предвосхищает современные мультимедиа-жанры, например, интервью, да, вот, например, записывает там Николай Солодников многочасовое интервью со своими собеседниками, да, или Катя Гордеевна. И, собственно, это же делает Некрасов, он записывает многочасовое интервью со своими собеседниками, с Аболтом Абалдуевым, с Матрионой Тимофеевной, с, значит, Савельем Богатырем, с Витарусским и так далее. Если говорите про жанры, которые уже стали совсем неактуальны, это, да, ну, ушли на периферию, это телевизионное ток-шоу, да, но современно она, скажем, это, скорее, интервью, да, в видеоблоге. С третьей стороны, перед нами, конечно же, масштабный социологический опрос. Крестьяне идут, семь крестьян идут с микрофоном по всей Руси, да, ну, точнее, по Приволжской ее территории, хотя, впрочем, это, мне кажется, одна из таких остроумных шуток Некрасова, да, нужно сказать, что место действия поэмы «Волга», это, понятно, что сказать, равно вся Русь, да, вот. А мы, как мы помним, это единственное реальное географическое название, которое упоминается как место действия, да, потому что Вахлачин, да, это некоторая выдуманная территория, а уж неурожайка тоже, тем более. Итак, это социологический опрос. Ну, не только, перед нами огромный эксперимент такой в духе современного искусства по масштабному сторителлингу, да, а это современный театр и современная музейная, музейной креативной индустрии, когда человек рассказывает свою историю, да, современный документальный театр во многом строится вот на идее сторителлинга. Человек рассказывает, собственно, своим голосом, да, рассказывает свою историю. Это и театр в жанре вербать, и мы не только, на самом деле. И Некрасов, один из первых в русской литературе, даёт возможность герою выговориться целиком и полностью, до конца рассказать свою историю. Конечно, мы помним пример про Н. Сыри, да, наверное, один из первых театров, где герой так выговаривается, тоже поэма, между прочим, но обратим внимание, что Н. Сыри, тем не менее, целиком и полностью находился в зоне авторского сознания. И, конечно же, альтер-эго вездесущего лермонтовского лирического героя. А здесь, в Некрасовском духе, принципиальная несводимость героя в автор. Да, каждый герой говорит своим голосом и рассказывает очень личную свою историю. И это, конечно, замечательный учебник по сторителлингу, потому что Матреону, например, слушать не оторваться. Ну и, может быть, последнее, о чём я бы сказал, да, что это, конечно, одновременно ещё и подкаст, который записывают семь мужиков, да. Подкаст, в котором каждый из гостей, да, рассказывает свою какую-то историю, а мы вот как будто бы вставив наушники вот такие вот, да, вставив наушники в уши, слушаем, да, всю эту довольно длинную такую аудиальную историю. Вот, поэтому, на самом деле, далёкость поэмы Некрасова от нас, она, конечно, мне кажется, что обманчива. И об этом свидетельствует как её поэтика, о чём я, в общем, постарался сейчас рассказать, так и её, конечно же, содержание. Потому что ключевой в этой поэме является вопрос о пути и выборе человека, о пути его к счастью и к свободе, и выбор человеком, счастья и свободы. Точнее говоря, как мы помним, в этой поэме выбор в основном не свободы. И о том, как радостный человек лишает себя свободы. Помните Ипап? Я о нём не буду говорить, для меня это один из самых важных персонажей поэмы. Ипап, который, которого переехал последующий на санях, и который радовался, и радовался тому, что помещик его сначала переехал, а потом вернулся и облагодетельствовал. И радовался тому, что его, как животное, фрегали в повозку помещика. И когда рассказывал о том, как помещик, переехавший его на санях, плакал. Радость, как благодарность. Вот этот образ человека, который сам себя, по сути, сам себя переезжает. Он сам себя унижает. Сам унижается и радуется этому унижению. Правда же, очень пронзительный образ. Очень актуальный. И связанный, мне кажется, с очень важными проблемами о том, как человек обретает или не обретает счастье в своей жизни. Исходя из множественного, мне кажется, что на поэму можно взглянуть, то есть призму не столько социальной проблематики, да, вот конкретно по реформам и пары, да, по реформам государственного социального устройства, а сквозь призму проблематики визитенциальной, философской, которая напрямую связана с поэтикой, с языком поэмы Некрасова. Некрасов ставит безусловный эксперимент. Свои поэмы, да, создаёт, конечно, экспериментальную поэму, очень радикально авангардную, я бы даже сказал, для своей эпохи. И ставит эксперимент в её форме и в её содержании. Эксперимент на уровне содержания понятен. Найти счастливого. Найти счастье и истину. И если сначала, в первых эпизодах, этот эксперимент ставится как уравнение со всеми известными величинами, ну вот есть поп, вот есть помещик, вот есть царь, всё понятно. Где искать счастливого, понятно. У того, у кого есть материальное благополучие. И очень быстро, собственно, не быстро, а сразу после встречи с попом, становится понятно, что это уравнение со всеми неизвестными. Что это не только тема счастья, сколько проблема, возможности или невозможности найти счастливого. И здесь, кстати, повод для, мне кажется, очень важного разговора с детьми о том, как различаются темы и проблемы. Проблема то, что не имеет решения. И для этой нерешаемой проблемы Некрасов, собственно, создаёт соответствующий ей художественный язык. Если счастье найти невозможно, а не искать его тоже невозможно, то он создаёт поэму из множества голосов, каждый из которых кричит о своём счастье или несчастье, или о своём поиске счастья. Это множество голосов героев, это множество отдельных историй, каждая из которых имеет свою интонацию. Это множество фольклорных жанров, жанровых элементов. Ведь перед нами и травелок, путешествие, конечно же, отсылающая путешествие с Петербургом, Москва родящим, и былина, там, где Савелий, богатырь святорусский, и легенда о двух великих грешниках. И сказка с птицей пеночкой, говорящей, и катерцу с мобранкой. И пословица, мужик, что бык втемяшится, ему какая была аж. И загадки, которые там присутствуют, и фольклорная песня, и причитание в речи Матрёны Симофеевны. Но, и здесь очень важный момент, голоса героев, безусловно, даны как самостоятельные. У каждого голос свой очень не похожий на другого. И с этим я ещё дальше покажу конкретные задания, и как можно работать с учениками. Но все эти голоса, кроме, на мой взгляд, одного, поправляются или уточняются авторской иронией. И отстраняются ее. Эта авторская ирония, это, наверное, одна из главных модальностей поэтического голоса Некраса. Помните «Железную дорогу»? Трудно отрадить картину, нарисовать генерал. И правда же, это голос жёстко ироничный. Можно вспоминать огромное количество других стихотворений Некрасова, где мы слышим ту же самую ироничную интонацию. Тоже самое авторское сомнение. Стоянное, в том числе, сомнение, конечно, в самом себе. Напомним, что это основа лирической эмоции Некрасова. Некрасов понимает, что он сам, ратуя за эту свободу народа, ратуя за народное счастье, что он сам, как дворянин, во многом является причиной этого несчастья. И вот эта авторская ирония, на самом деле, слышно всё время. Она отправлена и на мужиков, которые что захотели, счастливого им подавать. А как они этого захотели найти? С помощью скатерти-самобранки. Хорошо, хорош поиск счастья со скатерти-самобранкой, которая им и еду приносит, и водочки наливает. Хорошо, счастливого ищут. А потом, конечно, блистать на авторской иронии над счастливыми в голове счастливых. Помните, да? Когда каждый рассказывает про свою счастье, ну, ещё бы рассказывать. Конечно, им же каждому за это водки наливают. Ирония, конечно же, над Аболтома Балдуевым. Ирония, конечно же, над идиотом последующим, которого, да, можно сопоставить отчасти с вот этим вот типом идиота Угарюм Бурчеева из «История одного города». Конечно, ирония над Клим Яковлевичем. «Я русский мужичок!» кричит он и творит невообразимую дичь. Ирония, да, даже над Матрёной Тимофеевной, между прочим, да. Вот эта губернаторша, это её кличка, она же ироничная, да. Она же дана ей за то, как она унижалась перед губернаторшей. Кроме одного, мне кажется, что единственным героем, который не уточняется, не остраняется, не доправляется, этот авторский герой является Гриша Доброславный. Его появление меняет содержание части пир на весь мир. Пир земной, пир унывый, пир материальный, его появлением становится пиром небесным. Неслучайно помните там ангел милосердия поёт песню, которая созвучна песней Гриши. Гриша Добросклонов, чьи песни пронизаны любовью к родине, надеждой на внутреннее освобождение, преображение русского человека, становится тем самым неизбежно подобен Христу, что, собственно, превращается пир земной в пир небесный, в христический. Да, как в конце поэмы 12 появляется Христос, так и в конце главы пир на весь мир в общем тоже появляется свой Христос, Гриши Добросклонов, который идёт к обиженным и униженным, призывает идти к обиженным и униженным, собственно, то же самое, что делает Христос. И, что самое главное, кто? Он поэт. Мы на стихию творческой свободы, творческое самопожертвование, творческая любовь к другим людям и даёт шанс и надежду на счастье. Ну вот, таким образом, мы предлагаем эти смысловые линии для разговора о поэме Некрасовым. Это проблема поиска счастья, возможностей и невозможностей. Это проблема свобода и несвобода. А если говорить о поэтике Некрасова, о том, как построили его текст, это сочетание разнородных жанровых элементов, голосов героев и одновременно авторская ирония, которая вносит поправки в эти голоса разных героев. Вот теперь я на нескольких эпизодах покажу, как мы предлагаем с этим работать. В частности, в условиях очень ограниченного количества часов и ограниченного учебного времени. А в частности, даже, да, может быть, если у вас только один академический час на работу с поэмой Непопеи Некрасовым. Ну вот, на примере отрывка из пролога. Как можно работать с самым началом поэмы? Вот весь текст перед вами. И прям предлагаю о нем подробно-подробно поговорить. Во-первых, здесь можно вместе с учениками поговорить о том, как здесь появляется центральная тема поэма. Счастье. Ну, надо сказать, что это тема счастья, тема поиска счастья. Но надо сказать, что эта тема и эта цель поиска, она дана не только прям, кому живется весело, вольготно на Руси, но она дается и через название родных деревень Заплатова, Дыряева, Разутова, Знабишина, Горелого, Ниелого, Неурожайка тоже. То есть перед нами страна несчастных, которые ищут счастья. Конечно же, и это связано и с местом действия столбовая дороженька, хронотоп дороги, который указывает тоже сразу на мотив поиска. Впрочем, здесь можно и показать ученикам знаменитую картину Левитана Владимирка, поговорить в целом о символике дороги. Мы помним прекрасно, куда ведет вот эта дорога Владимирка, столбовая дороженька у Левитана. Надо сказать, что, если мы вспомним судьбу Ермила Гирина, Савелия и Гришу Добросклонова, главных, скажем так, положительных персонажей Бородни Красного, их дорога ведет туда же. Помните, что Гриша судьба готовила пехотку из Сибири. Итак, перед нами сразу мотив, тема пути, тема поиска счастья. А одновременно с этим мы видим, что перед нами, конечно же, поиск, заранее обреченный на неуспех. Это здорово с учениками обсуждать, потому что кому живется весело, вольготно на Руси, ну, представьте себе человека, которому все время живется весело и вольготно. Очевидно, что это невозможно. очевидно, что ставится сразу же неразрешимая задача, и эти поиски, такие поиски на успех не могут быть обречены. Дальше здорово обсудить, почему герои называют счастливых именно этих персонажей. Что же для них такое счастье сейчас? Роман сказал помещику, Зевьян сказал чиновнику, Лукас сказал попу, купчине толстопузу, ему сказали братья Губина Иван и Митродок. Вельможному боярину, министру государю вопрос сказал царю. Многозначительное многоточие, думаю, что сигнализирующее об авторской иронии, конечно же, здесь. Очевидно, что это важно обсудить с учениками, то счастье для героев данной ситуации находится в пространстве материального благополучия. материальных потребностей и художественных творений. Вельможен, боярин, толстопузый, кукчина, да, да и дальше, собственно, то, что мы помним, будет говорить попу, потому что тоже будет, в общем, прополнить материальный мир, да, покой, богатство, честь. Очевидно, что честь для попа будет не в том смысле, в котором она для Петруши Гринева, да, он в совершенно другом смысле употребляет это слово. Ну, богатство и покой понятны. Там, кстати, тоже, конечно, афроспирония очень сильная, потому что поп произносит свою речь в риторике о проповеди, да, только это проповедь про покой, богатство и честь, а вообще не про отца и не святого духа. И поэтому этот спор, этот вопрос о счастье вызывает спор. В этом пространстве не договориться. Всегда найдется тот, кто будет богаче, как я говорю ученикам, тот олимпийский чемпион, который прыгнет выше вас, да, и поэтому дальше рисуется вот эта комическая картина, и мы предлагаем ученикам, с учениками поговорить о том, какие комические элементы, юмористические, иронические элементы появляются в повествовании. Там, мужик, что бык, тимяшится в башку, какая блажь, колом ее оттуда, вы не выбьешь, упираются, тяг на своем стоит. Тут, конечно, перед нами ироническая, юмористическая картина вот этого спора мужиков, если помните, потом там даже полкоровой испугалась их спора, проходившая. Вот, и значит, идут, перекаряются, кричат, не образуются, а времечко не ждет. То есть перед нами юмористическая картина. С чем связано? А тем, что вот эти поиски счастливого среди богатого, они, конечно, нам сразу некрасно намекают, иронически намекают, что они нелепые и смешные. Мне кажется, важно с учениками обсудить, какие фольклорные жанры здесь появляются. Это, конечно, прежде всего сказка, да, в каком году рассчитывать, в какой земле угадывать это в некотором царстве в 30-м государстве, да, но зачем она нужна, да, конечно же, возникает ощущение универсальности происходящих событий, да, в каком году рассчитывай, в какой земле угадывай. Но вот основная философская и дистанциальная проблематика становится ключевой, а вовсе не только социально-историческая. А значит, это путешествие становится, опять же, путешествием, ну, скорее, вот таким философским. Понимаете, если бы это, почему, мне кажется, важно про эти вопросы говорить с учениками и это обсуждать. Если бы это путешествие было путешествием географическим или, скажем так, социально-историческим, то ответ найти было бы можно. Ну, найди самого богатого, вот он и будет счастливый. Но так не работает. И даже, окей, забыли про богатого, наделенного статусом, но и это не работает. Да, потому что дальше мы встречаем дворян, помещиков, и они все равно не будут счастливы. Значит, надо искать не снаружи, а внутри. И тут, конечно, еще важно было, можно обсудить с учениками, фольклорно-литературно-культурно- и жительной ассоциацией, связанной с образом дороги. Конечно, тут можно вспомнить и прежде всего Гоголевскую дорогу, да, и мертвые души, и поиск живой души. Правда же? Это то, чем заняты некрасовские крестьяне и сам некрасов. И Чичиковскую тройку, которая куда несется, не дает ответа и никогда, кажется, нашему несчастью не даст. Ну, вот примерно такую логику предлагаю в разговоре о первом эпизоде. Еще один хочется привести пример. того, как можно работать с эпизодом. Я пропущу эпизод со смертью Агапа, хотя очень важный эпизод, очень интересный, там очень интересно сравнить интонации голоса разных героев, как говорит Агап, наделенный чувством собственного достоинства, ах, шут ты, шут Дороховый, да, такой, уже тебе, своего рода, как говорит злобный, идиот, последишь, ты бунтовщик, хрепатою сказал старик за трясовесный полументный паул. И, наконец, трагическая судьба Агапа, и как выражается авторское отношение к нему, когда такое вот очень пронзительное с многоточиями описание прибрал, уж нет Агапушки, как умер, да, почтенный, и страфическая пауза между стропами передает, на мой взгляд, авторское сочувствие героев, и не случайно именно Агап произносит слово последышка, которое вынесено автором в названии главы. Но, повторюсь, подробно сейчас про это говорить не буду, хотя вот еще расскажу, что судьба Агапа, которого, да, наказали без наказания, да, которого унизили просто самим фактом напоминания ему арабской жизни, и который от этого умеет. А это про то, как смертельно для человека неслобода. Но, перейдем вот к эпизоду, который передо мной, жизнь, припоследовании смерти, последовавши, о чем я здесь предлагаю с учениками поговорить. Ну, во-первых, говоря о проблеме свободы и несвободы и поиска счастья, здорово обсудить с учениками, почему крестьяне готовы так радостно отказаться от свободы, которая у них уже есть. Вроде бы, крепостное право отменили, последовавши вздума, вернее, его дети вздумали изобразить для него продолжение крепостного права, и все слушаются. Так барин приказал на той вдове Терентьевой жених Гаврилу Жохова избу поправить заново, чтобы жили в ней, плодилися и правили теглом. Он женит семилетнего на шестидесятилетнего. И все слушаются, и все выполняют. Здесь же здорово поговорить о том, как различаются голоса разных героев, вот о чем я говорил, кричит приказ по водчине Самодур Кремля, Клим Яковлевич, голоса изумленных крестьян, как так, здесь есть, и передача реальной особенности устной речи героев, вот это самое многоголосие героев в фрагменте крестьяне пораженные переглянулись в крестьяце, вздохнули, никогда такого вздоха дружного, глубокого, глубокого, не испускала бедная, безграмотная губерния, деревня вахлаки. Можно поговорить о том, как здесь передается устная речь, через эти многоточия, вздох передан, через длинную фразу, вот этот длинный-длинный вздох, а и фольклорная гипербола, которая здесь используется, во многом, конечно, в ироничном смысле, да, они вздохнули, и это был вздох и облегчение, и ужаса одновременно. Вот она, авторская ирония, о которой я говорю. Конечно, здорово обсудить с учениками, почему почему после смерти последовательства крестьяне стали жить хуже. Оказывается, что перед нами мир, в котором мир внутренней несвободы, в котором внешняя свобода ничего не решает, и авторское отношение во многом выражено вот в этой последней фразе, да, здорово тоже про нее задать вопрос, как она связана с авторским, с авторскими смыслами, а толку что-то нет. Ну, и опять же, сейчас не буду подробно про это говорить, да, финальные эпизоды, связанные с Гришей Добросклоновым, где мы предлагаем задавать ученикам вопросы, связанные с тем, как меняется повествование при рассказе о Грише, как в нем появляется высокая патетика, как в нем меняется размер стихотворных строчек, на это можно обратить внимание учеников, удалась песенка, возле Гриша прыгая, горячо сказалось, и правда в нем великая, завтра же спою ее во холочках, не все же песни петь унылой, помогаю божьей, да, какая вот такое вот почти эфически масштабное повествование. А уже совершенно иные факторные жанры и традиции начинают звучать, это уже былина, какая-то такая смешная сказочка. Ну и наконец самое главное, в чем же тогда счастье? Счастье тогда внутри, во внутренней свободе, в идеале служения другому, в идеале очень неудобном, да, тесной дороге, дороге, которая не имеет блестящий вид, не связана с каким-то социальным успехом и не связана с какой-то, скажем, социально одобряемой позицией. Иди к униженным, иди к обиженным, будь первый. В общем, подлинно христианская, скажем честно, позиция, да, блаженне кроткие, блаженны милостивые, блаженны миротворцы, блаженны егда поносят вас, блаженны изгнанные правды разы, да, вот эти обиженные изгнанные правды разы, как Христос в Нагорной проповеди, да, так и Гриша добрословно призывает к этому. Возможно ли найти счастье там, где ищет его Гриша? Можно задать такой вопрос ученикам? И это правда же вопрос открытый, возможно ли в земной жизни такое счастье? Соответственно, вроде бы да, и не случайно именно в поэзии, и можно с учениками становиться вот таким воплощением идеала народного счастья. С другой стороны, судьба его готовила себе, и это снова как бы счастье в жизни невоплотимое. Можно назвать Гришу свободным? И это снова, мне кажется, повод для таких дискуссионных разговоров с учениками. Ну, и напоследок, я бы уже закончил говорить про эпизоды, которые разговоры, с которыми мы продумали. Напоследок, наверное, немножко про то, какие итоговые задания можно давать, творческие в частности. Мне кажется, что кому на Роси жить хорошо, человек замечательный для разного рода трансмедийных творческих заданий. Можно подготовить soundscape, то есть звуковой ландшафт, или плейлист поэмы включить туда и песни, может быть, которые звучат, подобрать, чтобы ученики самостоятельно подобрали песни из тех, которые они слушают. Вот мои ученики это сделали недавно. Я ничего не понял, в смысле, я не понимаю ничего в этих песнях, но очень порадовался, что они там подобрали тематически близкие какие-то рэп-композиции к отдельным главам поэмы. Мне кажется, здорово работать в самых разных таких жанрах на стыке визуального и вербального для того, чтобы оживить мир вот этой сложной поэмы, например, создавать графический роман или комикс, синопсис сериала, кстати, тоже я об этом не говорил, но от Паева-Некрасова, конечно, во многом строится на сериальной поэтике, или проект документального фильма, вроде, например, по стилистике, как, например, путешествия из Петербурга-Москву Андрея Лошака, когда он целиком воспроизвел маршрут родящего, да, но в современных обстоятельствах, да, вот как бы сейчас можно было снять аналогичный документальный фильм. напоследок покажу проект такого графического путевозителя по поэме Некрасова, который моя ученица Лиза Дмитрашов это сделала, мне кажется, что она замечательная, да, такое вот, вы видите, да, два взгляда на мир через уныние, и это потерянные ключи от счастья женского, и через веру, ты, и у Бога, ты обидно, ты, ты всесильная матушка Русь, да, и это путь Гриша Добросклонова, да, вот здесь, мне кажется, мир поэмы замечательно удалось через визуальные образы, а через символику ученицах передаст. Ну и вернуться снова к раздовору, который я уже поднимал, о проблеме свободы, не свободы, счастья и несчастья, поиск этого счастья, в данном случае веря, возможно. Ну, в общем, на этом я, наверное, замолкаю, Шихерезаду, прекращаю дозвольные ей речи, и буду благодарен за какие-то ваши вопросы, уточнения, просьбы, реплики, антон Алексеевич, а у меня к вам просьба, вот к тому слайду, где у нас доминанты и сквозные линии, которые к эпизодам, мне бы хотелось, чтобы все-таки вы немножечко еще на них чуть-чуть заострили внимание и еще раз назвали бы те эпизоды, которые отобрали, вот именно, чтобы было понятно, о каких эпизодах мы говорим, вы прокомментировали не все, а вот какие мы отобрали. Я вот просто напомню коллегам, мне кажется, что здесь просто я пока не вижу, помните, мы с вами, когда обсуждали, мы выбрали себе таким слоганом, что ли, вот таким, не знаю, девизом, вот эти слова Некрасова, его формулу, важен в поэме стиль, отвечающий теме, да, и вот этот вот стиль, отвечающий теме, мы как бы пытались вот на этом, как доминанту его взять для себя, а вот здесь то, что вы, вот я бы попросилась прокомментировать доминанты все-таки, да, еще раз, и назвать эпизоды. Да, ну вот доминанты, соответственно, это тема и проблема, с одной стороны, да, проблема поиска счастья, возможности, невозможности счастья, свободы, а с другой стороны, на уровне поэтики и художественного языка это жанровая интонационная полифония, авторская ирония, то есть умение различать читателям, да, голоса разных героев, видя, как они отличаются друг от друга, да, и как здесь автор выражает свою позицию на фоне этих голосов героев. эпизоды, следующие, это, то есть я их не все вывел действительно на слайдах, поэтому просто назову, это пролог, да, о котором я говорил подробно, это история, второй эпизод, это история Агапа, и смерти Агапа, третья история, это история, это жизнь предпоследующая, смерть последующая, да, вот как не стало лучше его смертью, и четвертый эпизод, это рассказ Савелия про то, как богатыри терпят, и про то, как они убили немца, управляющего христиан-христианыча, и такой разговор о богатырстве, о силе Савелия, или наоборот, отсутствие в нем какой-то внутренней силы, быть может, не знаю, и последний эпизод, это Гриша Доброконов, финал, сначала песня Ангела Милосердия, и затем финальная песня Гриши Руси, пять эпизодов. Спасибо вам большое за то, что вы пришли, Антон Алексеевич, огромное спасибо за выступление, и за всю подготовку, которую вы провели вот в размышлениях, да, об этом, об этой поэме, действительно очень много нового и продуктивного, на мой взгляд, а я вот очень люблю эту продуктивность, когда можно, да, от чего-то оттолкнуться и работать дальше. И еще раз коллегам напомню, да, что я в ближайшие дни, во-первых, мы вот обработаем запись и ее отправим вам в чат, мы отправим вам в чат эпизоды, тексты эпизодов с вопросами, и Антон Алексеевич вот пообещал, что презентацию он еще доработает, чтобы там на ней были, да, все эпизоды и все вопросы, и презентацию тоже я вам отправлю. Спасибо вам большое, всем хорошего вечера и всего доброго. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Спасибо, коллеги.